МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Новые перспективы супрацовництва Узбекистан затекавлены у промысловой кооперации с Гомельской областью. Семейные каштоуности в регионе обмерковали меры допомоги семьям, которые опынулись в социально небеспечном становище. Несокрушальная и непереможная презентация военной драмы прошла в кинотеатры «Мир». А зараза в гэтым меньшим больше подробязна. Узбекистан затекавлены у промысловой кооперации с Гомельской областью в разных галинах. Далегация гэтой краины началась надзвычайным и полномоцным послом Узбекистану в Беларуси на Сержанам Юсуповым наведала гомельские предприемства. Об уражениях гостей и новых планах. Сюжет Марины Джалой. Товарооборот нашего региона с гэтой краиной за 9 месяцев перевысил 7 миллионов долларов. Темп росту до аналогичного леташнего периода – свыше 135%. Товары в Азбекистан поставляют каля 30 гомельских предприемств. Кины экспортуют пиломатериалы, полиэфирные нитки, нетканые синтетичные материалы, метызы, шпалерную паперу, комбайны. Предприятие «Гомсельмаш» – это известное предприятие. Действительно, оно не может не производить впечатление. Целая линейка этих комбайнов, этой сельскохозяйственной техники, которая востребована в Азбекистане. И вот мы с руководством завода обсуждали вопросы производства на условиях промышленной кооперации в Азбекистане. Я думаю, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы уже будут более существенные результаты. И мы в Азбекистане тоже будем производить эту продукцию. И наши фермеры будут с удовольствием покупать эту продукцию. Насерджан Юсупа у Гомеле – в другой раз. Некольки месяцев тому был тут с узбекскими предпринимальниками, узгадывая, что визит отримался цикавым и перспективным. Уражение и на этот раз – самое доброе. Наша здымочная бригада разом с послом прошлася по предприемстве «Спартак», а наприконцы мы испыталися об новых суместных проектах, которые могут объеднать две краины. Я знаю, что Беларусь славится не только своими промышленными предприятиями, промышленными изделиями. Вот сейчас вот мы только вернулись с Гомсельмаша, но и своей пищевой индустрией. Это молочная, мясная промышленность, кондитерская промышленность. Ну, действительно замечательные предприятия, современные предприятия, вот, великолепная продукция. И я бы очень хотел, чтобы эта продукция более широко была представлена в Узбекистане. И с тем, чтобы не только мы отсюда вывозили эту продукцию, но и чтобы производили в Узбекистане аналогичную продукцию с помощью этой знаменитой кондитерской фабрики «Спартак». На «Спартаку» працует две тысячи человек. Что год предприемства выпускает амаль 25 тысяч тонн продукции. Распрацовано свыше 320 яена именев. Постоянно з'являются кондитерские новинки. Только сё лето покупники познайомились с больше, как трыма десятками новых выработок. Три месяца тому на фабрице запустили линию по выпуску глазурованных вафельных батончиков и цукерок. Зараз линия працует на полную могутность. 16% солодкой продукции экспортуется в основном в Россию и Украину. Для того же тут вельми серьезно займаются поширением географии экспорту. Более 20 стран во всех регионах мира покупают нашу продукцию. За последнее время мы активно подключаем такие страны, как Китай, Монголия, Канада. Активно ведем поиск и всевозможные направления в экзотических странах. Это Кипр. То есть уже мы выходим на более серьезные рубежи. То есть сроки хранения нашей продукции позволяют продавать продукцию на экспорт в дальние страны. То есть в этом смысле мы работаем активно, выполняем все поручения правительства и президента. Фирменная сетка «Спартака» – это около двух десятков магазинов по всей Беларуси. С них шесть в Гомеле. Селета два новые открыли в Бабруйску, зараз будуют в Гродне. Марина Джала, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Опекуны, приемные батьки и детячие домы семьи на Гатыпу. В Гомельской области первоважная большаясть детей-сирот и детей, которые остаются без опеки батьков, выховываются в семьях. Как не опынуться в социально небезпечном становище и куда звертаться за допомогой? Ситуацию на конкретных прикладах выучал Олег Синцеров. Сегодня в Гомельской области в социально небезпечном становище находятся 3,5 тысячи детей, для того, чтобы изменить этот статус, подправляются разные меры. Только в этом году 900 батьков прошли курс лечения от алкоголизма, 270 семьи усправили новоселье, и еще в более 1500 семьях полепшились санитарные умовы проживания. В этом списке есть для речи и еще один важный показчик. Амаль 1300 неполнолетних полепшили свои поводины и почали наведывать уроки. В Брагинской средней школе за 560 ученик в социально небезпечном становище находятся 11 человек. Бадая основная причина – несприятная ситуация у семьи, когда дорослые злоуживаются алкоголем. По инициативе научной установки батьки проходят обследование у районной больницы и по мягчимости працевал отковываются. Наставники кажут, что когда у семьи есть проблемы, это бачно одразу. В первых, обращаем внимание на внешний вид, на эмоциональное настроение ребенка. Есть звонки от неравнодушных граждан. Это могут быть соседи, это могут быть родственники этих людей. Мы сразу же сообщаем еще по делам несовершеннолетних и делаем рейд. Выходим, выясняем, что случилось. Лень не за все, да и у тем, что семья опынулась. В социально небезпечном становище можно обвиновать швозь батьков. Валентина, разом с двухгодовой дачкой, оказалась и без даху над головой, когда я ее выгнула с дому свякров. В полный час женщина жила у неких непроцессованных помешканий. Когда я по проблеме доведались местовые улады, семьи выделили родное жилье и организовали акцию по сбору необходимых речев. Теперь Валентина просуя увезся уборок, а дачка наведывая десячий сад. Хоть таким чином завершаются не все подобные истории, а маль три тысячи дятей из Гомельской области, якие мают биологичных батьков, улады были вымышены размирковать по опекунских и приемных семьях, а так само накеровать у дитячей домы семейного типа. У Лойве первая такая установа была открытая 10 годов тому, и практически весь этот час мать и выховательница, и тут просуя Наталья Кравченко. Зараз в этом доме проживают 10 неполнолетних, якие для женщины и ее мужа родные дети. У наших детей все самое лучшее. У нас есть гироскутер, у нас есть 7 велосипедов, мы даже по летам, по выходных днях, у нас велопробег такой. Вот кто на чем, ездим, катаемся, отдыхаем, культурно. Мы в свободное время чем-то занимаемся. Вот сейчас на зимних каникулах будем делать такие с атласных лет, орхидеи красивые. Приемные батьки кажут, что коли ситуация у семейных их выхованцев нормализуется, яны завсёды готовы вернуть детей батькам биологичным. Ирина Калиденко звездки пиаредилки не утойвая. Я езжить его шлях, просто мне был. У свой час женщина лечилась от алкоголизму, а дети терпляли у притулок. Хоть любовь до их у вынеку всё-таки перемогла. Вернуться до нормального життя – это совсем не просто, але коли есть мета – махчима. Дети отбирались неоднократно, но не успела оглянуться, как утонула в стакане. И спустя какое-то время начала осмысливать, что я наделала. Очень было тяжело. Получила жильё в совхозе, это совхозное жильё. Сделала ремонт своими силами, как могла. Стремилась, всё делала для того, чтобы забрать своих детей. На сегодняшний день дети проживают со мной, ни в чём не нуждаются. Живём дружно и счастливо. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси денежная коля 150 комиссий по координации работы по саденничанию занятости насельництва. У нашем регионе я не створен и про усих рай в иконкамах, в гомельском хар в иконкаме и администрациях областного центра. За комиссиями замоцовывается отказность за працу с людьми, подыходить до проблем неформально, знаходить подыход до кожного, кто звернулся под опамогу альбо трапе у непростую ситуацию. Коли человек не может знайсти працу по специальности, ему будет пропонована отримать новую профессию. При этом праце уладковаться можно як на иснуючих, так и новых працонных местах. Всё лето в Гомельской области гэта личба в складе коля 7 тысяч. А прача таго, у беспрацонных есть макчымость открыть свой бизнес. У гэтым годзе для початку предпроманницкой деяности плануется выдать коля 400 субсидей. Об режиме работы комиссии можно доведаться на сайтах выканавчих комитетов. На территории Гомельской области чекается похаршение умов на дворье, понижение температуры поветра до минус 17, снег мятелится на особных участках дорог, гололедится и порывистый ветер. Работа Держа Аутоинспекции будет накирована на оказание допомоги удельникам руху и подтримание беспечного дорожного становища. Автомобилистам нравится стрематься от поездок на далекие отлеглости во умовах моцных морозов. Особливо гэта тычится уладальников дизельного транспорта. Когда такая необходимость повстания, попереднее нужно проверить машину и переканаться в ее технической справности, чтобы не опынуться на трассе в неприемной ситуации. Электронный фликер для велосипедистов и фермерская распространяющая хутор Мебиуса. В Гомеле прошел городский этап конкурса 100 идей для Беларуси. Юнаки и девчата представили на суд экспертов свыше 30 авторских распространяющих. Подробностей в наступном сюжете. Кожен из этих молодых людей мажет укоранить свою идею как минимум на Гомельщине. На конкурс они приходят с бизнес-планами и экономичными развлеками по реализации проектов. Распрацовщики готовы хоть сегодня приступить до справы и увасобить идеи у житем. Многие проекты уже сейчас и здесь начинают свою реализацию. Мы приглашаем бизнес-сообщество, мы приглашаем с наших предприятий и организаций партнеров, которые уже по окончанию защиты могут сказать, что это вполне можно сделать здесь и сейчас. Одна из самых корыстных распрацовок належит на вученцу Гомельского машинобудовничего колледжа. Павел Трифалау створил электронный фликер. С этой новинкой в темный час суток велосипедиста бачна за 300 метров. Распрацовка мая и еще одну функцию. Фликер может показать повороты и припынки двухколого транспорта. В целях безопасности, чтобы не отрывать руку от руля, щелкнуть просто переключатель и на спине уже будет сам поворот. А вот распрацовка Алексея Зайцева аспиранта ГДУ имя Франциска Скарына накирована на оптимизацию работы фермерских господарок. Контролировать процесс поспевания ураджаев можно отдаленно. Фермера передает система «Хутор Мебиуса». Она сама сбирая меты отдадены, кируя палевом и сбором дождевой воды, выкористовывая альтернативные границы энергии. Подобного в СНГ и нету. Стран Европы тоже нет. Единственное, что есть калифорнийские проекты, которые продвигают, но у них идет сфера закрытого хозяйства. По выниках выступлений у конкурсантов экспертный совет вызначил самые перспективные идеи. Их представить на областном этапе конкурса у Снежни. Евгения Кухаруна, Калеса Рудянкова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». До святкования у 75-ти годзе вызволения Гомеля от фашистских захопников долучилось и предприемство «Киновидеопрокат». Вечары на задповедной атмосфере отбылася у кинотеатры «Мир». Об истории вызволения рассказали здымки, размещенные на стендах у фойе. Побач сучасные выявы тех, кто здобывал перемогу. Особливую цикавость выкликала выстава «Зброи». Автоматы, винтовки и карабины часов Великой Айчинной войны наведвольники не выпускали з рук. У глядельной зале гучали военные песни. Головная падея киновечера пока с военной драмы не сокрушальны, якая рассказывая про подвиг экипажа танка «КВ-1». Вечары на иукинотеатры «Мир» киновидеопрокат распочиная шерах патриотичных мероприемств. Мы начинаем такой киномарафон, который продлится и в 2019 году и будет в этот приз посвящен 75-летию освобождения Белоруссии и закончится в 2020 году 75-летие Великой Победы. Для этого мы приготовили хороший, на наш взгляд, набор фильмов, которые будут включать как премьерные ленты и, конечно же, самые лучшие фильмы прошлых лет – наша отечественная военная киноклассика, которая, в первую очередь, наверное, будет включать белорусские фильмы, поскольку следующий год для нас еще и знаковый – это год 95-летия белорусского кино. Сегодня у Гомель стартовал 14-й областный конкурс сценичного декоративно-прикладного и выявленного мастатства в сирот людей с обмежеванными махчимостями. Мероприемство промерковано до Международного дня инвалидов. Больше, как 150 удельников из Гомельской области представляют 17 районных отделений у белорусского товариства инвалидов. До речи самой громадской организации недавно сполнилась от 30 годов. У фойе областного объединения профсоюза представили выставу декоративно-прикладного и выявленного мастатства. На сцене конкурсанты спевали песни, выконывали их на мове жестов, танцевали и читали верши. Подобный конкурс талинта у на Гомельщине проводится что годы, цикавость до его расти. Многие из этих активных людей – постоянные удельники творческих мероприемствов. Некоторые мают в опыт выступлений на республиканском и международном узроунях. Самая главная цель, я считаю, что это фестиваль – это все-таки социализация наших лиц с ограниченной физической возможностями, наших членов организации в нашем обществе. Потому что, понимаете, мы должны предоставить для них какие-то равные условия, равные права, выразить свою жизненную позицию, свое активное участие, чтобы они не закрывались в четырех стенах, а именно принимали в жизни нашего общества, нашей республики. Выники конкурсу подведут заутро. А кроме девяти традиционных номинаций, селят организаторы додолея еще две. Прыск глядацких симпатий и узнагороду за волю до перемоги. Белорусское товарыство инвалидов запрашает жадающих стать глядачами гала-концерт у переможцев. Початок у 9.30 хвилин в зале областного обеднания профсоюза. Сегодня у православных верников распачался калядный пост. Он продолжится 40 дней до 7 студента и рыхтуя верников до святого Рожства Христова. Калядный пост иначе называется Пилиповым, у гонора апостола Пилипа. В харчеванне на эти дни устанавливается строгий режим. Заборонены мясные и молочные продукты, яйки и сыр. По христианских традициях пост целесно сопроводжается духовным. Это молитва, покаяние, устремание от спокуса и дарование крыльдов. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александр Гамоли сразу к главной теме выпуска. В Гомеле второй день продолжаются пожарные работы на территории частного унитарного предприятия, где накануне загорелись древесные отходы. Пожар распространился на площадь более чем в 500 квадратных метров. Чтобы локализовать очаг возгорания, спасателям понадобилась вся ночь. С большего огонь потушен, но еще к полудню этого дня местами то и дело появлялись новые небольшие очаги. Как рассказали в МЧС, сейчас ситуация под полным контролем пожарных, но накануне высота пламени достигала 10-15 метров, а дым был виден из центра города. Существовала угроза возгорания двух складских помещений и большого количества битумных материалов. Спасателям удалось отстоять участок, а иначе клубы уже ядовитого дыма могли подняться в воздух. Температуру в тысячи градусов давали горевшие бревна, доски, коренья, деревьев и прочие древесные отходы, которые в больших объемах складировались на территории фирмы. В центр оперативного управления МЧС поступили сотни звонков. Многие ошибочно полагали, что горит химзавод. Ущерб подсчитывается, пострадавших нет. Не исключается версия поджога. Высота штабелей достигала где-то 10-15 метров. И когда схватывался, огонь выходил наружу, то температура поднималась, коннективные потоки и вот эти два склада, которые находятся не вдалеке, они даже дымились. Нам приходилось подавать на охлаждение данных складов. За удовольствие надо платить. Любитель марихуаны из Гомеля за хранение дурмана может провести пять лет в местах не столь отдаленных. Пикантности и истории прибавляют то, что задержанный нормальный семьянин и ранее никогда не бывал не в ладах с законом. При обыске дачи мужчины правоохранители обнаружили килограмм наркотического вещества растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что находка это марихуана, причем хорошего качества. Любитель чудо-травки признался, что заготовил ее сам и отдавал предпочтение именно ей, а не спиртному или обычным сигаретам. Такая слабость теперь может стоить мужчине длительного срока изоляции от общества. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За незаконное хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. И в завершение о серийном ДТП, которое попало на видеорегистратор гомельского автолюбителя. На улице Ильича столкнулись сразу четыре автомобиля. Volkswagen Golf, двигаясь в крайне левой полосе, въехал в Passat, который собирался повернуть налево. От удара иномарку откинула на встречку, где она столкнулась с автомобилем Nissan Almera, после чего откатилась назад и зацепила еще один Volkswagen Passat. Никто не погиб. В комментариях под видео многие интернет-пользователи лайками оценили действия водителей, которые не стали пререкаться, а вместо этого быстро помогли пострадавшему пассажиру. На сегодня это вся информация. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Заключительный поединок чемпионата Беларуси по футболу между Гомелем и Витебском пройдет не на поле стадиона Центральный в областном центре. Матч перенесен в Бобруйск. Старт игры на поле стадиона имени Прокопенко 2 декабря в 14.00. Днем ранее в это же время на этом же поле встретятся дубли зелено-белых и северян. Напомню, что Гомель начинал чемпионат также домашним поединком на выезде. Игру первого тура против Слуцка проводили в Бобруйске. Пресс-служба гомячан сообщает, что для владельцев клубных абонементов организуют бесплатную поездку на матч. Информация на официальном сайте клуба. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Гродненский Неман дома отобрал очки у лидера. На выигранную юность 3-0. Солигорский шахтер был сильнее лиды на ее льду. 6-3. Жлобинский Металлург не смог порадовать своих болельщиков. Столивары дома крупно проиграли Динамо Молодечно. Роковым для хозяев стал второй период. Зубры отличились четырежды. Еще две шайбы ворота Металлурга влетели в третьем периоде. Ответить хотя бы одним голевым броском Столиварам не удалось. Завтра в экстралиге очередной игровой день и Металлург отдыхает. А вот Гомель ждет в гости обидчика Столивара в Динамо Молодечно. Матч начнется в 19.00. Гомель-2 лишили трех очков в чемпионате страны за нарушение регламента. Как сообщает сайт Федерации хоккея Белоруссии, 13 ноября хоккеист Гомеля-2 Нассер Субхи получил трехматчевую дисквалификацию. Однако, не отбыв установленный срок наказания, хоккеист принял участие в домашних играх 18 и 19 ноября против команды БФСО «Динамо». Решением Федерации хоккея в победном матче, который прошел 18 ноября, Гомелю-2 засчитано техническое поражение. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.